Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». Ее ведут Василий Богданов и Светлана Хапанкова. Здравствуйте! У нас сегодня в студии Илья Коробов, генеральный директор НПАС. Привет, Илья! Здравствуйте! Рад тебя видеть. Сто лет назад мы здесь встречались года полтора-два, если уж быть точным. И сегодня снова поговорим о технологиях, которые помогают банкам, это тоже бизнес, быть эффективнее. Но вначале, как всегда, несколько слов надо напомнить, что такое НПАС, что это за компания. Ну, компания НПАС, она достаточно давно уже работает на рынке, и область, в которой мы работаем, она, в общем-то, неизменна. Это область, которая связана с различными видами платежей, с использованием банковских карт. Но при этом вашими клиентами являются банки. Нашими клиентами являются банки. И торговые компании. Но структура бизнеса такова, что в России, по крайней мере, основным заказчиком являются банки. И бизнес наш, на самом деле, это в чистом виде, конечно, B2B бизнес. То есть, те решения и те продукты, которые мы продаем и реализуем банкам, они, естественно, используют в своей работе для того, чтобы развивать свой бизнес. Вот давай попробуем переформулировать теперь это таким, как это, на примере некого процесса. То есть, приходит человек в магазин, каждый из нас, да, достает из широких штанин карточку банковскую, значит, ее там проводит, и вот с этого момента происходит что? Ну, с этого момента много что происходит. На самом деле, прежде всего, если он ее не просто так достает, чтобы показать ее всем, а чтобы что-то купить, да, то, безусловно, прежде всего, должна состояться так называемая авторизация. То есть, когда карточка будет проведена по соответствующему устройству считывающему, то будет отправлен запрос на процессинг банка с тем, чтобы подтвердить, что... Что это он? Что даже не только это он, он это или не он, скажем так, может определить, наверное, кассир, который видит визуально, кто пришел. Прежде всего, есть ли там деньги. Потому что это ключевой момент, так как если деньги есть, тогда операция, в принципе, возможна. Если денег нет, тогда она, соответственно, невозможна. Вот, и потом еще дальше происходит, собственно, целый ряд операций, которые мы затронем, вплоть до того, как, ну, со счета товарища этого в банке списаны деньги, да, и там куча участников процесса, каждый из которых получил свою там дольку маленькую, да? Безусловно. Вот ваш клиент в этом процессе – это банк, который выпустил карту, да? Ну, скажем так, не совсем. Это как банк, который выпустил карту, так и банк, который обеспечивает непосредственно в торговом предприятии возможность использования данной карты как платежного инструмента. То есть, банк при этом должен установить оборудование. Это могут быть разные банки. На самом деле, тот, кто выпустил карту, и тот, кто непосредственно обеспечил торговую точку необходимым оборудованием, это могут быть два разных банка. В этом вся суть системы, что она многоэмитентская, то есть там есть много банков, которые выпускают карты, так и много банков, которые обеспечивают прием этих карт в предприятиях торговли сервиса. Хорошо. Тогда, прежде чем мы перейдем к сути этих технологий, еще несколько справочных информаций. Есть ли хоть какая-то оценка, хотя бы самая грубая, приблизительная, сколько у нас в России в год, в день осуществляется безналичных потребительских расчетов? Вы знаете, эта информация открытая, она есть у Центрального банка. Я, наверное, сходу сейчас не скажу точную цифру. Это миллиарды? Это миллиарды, безусловно, да. Но дело в том, что все равно, если говорить, здесь интереснее другая цифра, а сколько вот эти расчеты составляют в целом в товарообороте. А, ну или так. В товарообороте. Так вот, пока эти цифры, скажем так, очень скромны, то есть они колеблются в районе 5% всего-навсего. Весь остальной оборот, это наличный оборот. А за рубежом? Чего хотел спросить? Я хотел спросить, почему так происходит? Ну, то есть не любят пользоваться кредитными карточками или что? Вы не поверите, но за рубежом ситуация не сильно лучше. На самом деле, там точно так же. Там 20%, да? Там, ну, может быть, 20% и 20%. То есть, как бы здесь не то, что у нас там какой-то провал, а там, наоборот, там картинка зеркальная. Такого нет. Вот. Почему? Ну, понятно, почему. Потому что, в принципе, во-первых, люди любят наличные деньги. Трогать. В том числе и трогать. Трогать, ощущать, да. Запах новой купюры ни с чем не сравнить. Хрустеть, да, этими деньгами. То есть, это понятно, да? Все-таки в карте ты эти деньги не пощупаешь. Карта – это всего лишь кусок пластика, не более того. Некий, как я уже говорил там давно, да, это некий ключ, на самом деле, к доступу к твоему счету. Ну, да. Не более того. Вот. Хотя сейчас, конечно, пытаются эти карточки делать там с каким-то специальным дизайном и так далее. Мы не будем сейчас сюда углубляться, ребят. Я просто это к чему задал этот вопрос? Чтобы все-таки понять, каков диапазон роста у этого рынка. Если ты говоришь, что у нас сейчас 5%, а еще на Западе 20%, а вообще-то центробанки всех стран мира цивилизованных принимают осознанные меры, чтобы стимулировать переход в безналичный оборот. И понятно, почему. Контроль, налоги, так сказать, все дела там, да. Вот. Все понятно. То, в общем, эта поляна будет расти, да? Безусловно, она будет расти, конечно. И потенциал огромный. Теперь, собственно, когда ты говоришь о том, что делаешь технологии для банковского бизнеса, еще один вопрос. А о какой доле в этих расчетах идет речь? Вот когда человек заплатил 100 рублей за товар. Ну, там же есть торговое предприятие, которое за товар деньги получает. И какая-то долька достается неким участникам. Совершенно верно. Но на самом деле доля это не такая уж большая. Она колеблется, наверное, где-то от 1,7 до 2%. В зависимости от того, какая форма бизнеса, скажем так. Как правило, в классичном бизнесе это чуть больше процент. Там где-то в каком-то торговом ритейле, у которого вообще это лоукостер какой-нибудь. То есть, это меньше. Совсем мало, да. Ближе к этому минимуму. Тем не менее, есть вот этот процент торговой уступки, который, в общем-то, является той суммой, которая в дальнейшем как-то делится между участниками этого рынка. Всем сестрам по серьгам, да. Да. То есть, она делится, основная часть уходит тому банку, который выпустил карточку. Часть значительно меньше уходит банку, который непосредственно организовывает процесс обслуживания в торговом сервисном предприятии. И устанавливает там свое орудование и свое решение. И совсем уж маленькая доля уходит в платежные системы. Ну, это типа виза мастер-карда. Да, совершенно верно. То есть, она на самом деле совсем маленькая. И хотя в обиходе, наверное, принято считать, что они там как-то непомерно наживаются на этом. На самом деле, это не совсем так. Тогда давайте так подрезюмируем. Значит, смотрите, когда человек платит свои 100 рублей, то магазин с этих 100 рублей уступает, отдает там 1,5-2, ну там 1,7-2, 2,5 рублей, ну, неким участникам, которые обеспечивают работу этой вот безналичной цепочки, да. Как правило, это там один или два банка, ну, как правило, два. Один, который установил оборудование в магазине, а другой, который выпустил карту, которая у нас с тобой в кармане там, да. И еще там маленькая долька достается визе или мастер-карду. Тогда скажи, пожалуйста, следующий вопрос. Насколько существенно вот здесь вот, ну, как бы битва за эффективность, битва за, ну, как, есть эффективность такая, что операция должна быть произведена точно. Это само собой, иначе это вообще тут речь не идет. А вот насколько она экономично произведена, вот насколько там можно заработать, вот здесь вот, что это за поляна? Ну, здесь тоже, как я вот могу точно совершенно вам сказать, очень много есть инструментов, которые еще можно использовать, и которые сейчас не используются банками для того, чтобы повышать эффективность, эффективность вообще работы со своей же сетью, вот этой сетью посттерминалов, так называемых устройств, которые стоят в магазинах, которые позволяют расплачиваться банковскими картами. А почему они не используются? Они не знают про это, или им это пока не интересно, есть другие более доходные инструменты? Вы знаете, дело в том, что вот такой массовый, как бы, рост вот этих сетей, да, приема карт, он начался не так давно. Ну, в общем, да. Я могу вам привести такой пример, что, скажем, если буквально там еще 5 лет назад, 5-6 лет назад, годовые, наши, там, объем годовых продаж, вот в единицах продукции составлял где-то порядка, там, 40 тысяч, то там в прошлом году это уже было более 300 тысяч. То есть это кратный рост. Совершенно верно, да. То есть рост идет очень сильный, существенный. Здесь сейчас и государство начинает помогать как-то, да, выпуская соответствующие законопроекты. В принципе, прежде всего, сами клиенты, то есть магазины, они начинают понимать, что принимать карточки – это выгодно. Да, да. А, кстати, поясни в двух словах почему, потому что мы знаем, потому что перед передачей обсудили. Поясни в двух словах. Да, но в двух словах это можно выразить следующим образом, что человек, который расплачивается карточкой, он более свободен в своих тратах, чем человек, который расплачивается наличными. То есть сумма чека возрастает, там, от 20-30%. Это психологический эффект. Когда ты открываешь кошелек и вынимаешь из него бумажки, ты физически ощущаешь, как ты их отдаешь, как их становится меньше. С карточкой ты это физически не ощущаешь. В общем, как-то легче тратят деньги. Мы все, мы люди, мы тратим деньги легче, а ритейлеры, магазины этому рады. Ну, тем более, что сейчас все больше и больше становится кредитных продуктов среди банковских карт, и это тоже способствует этому же. Конечно, да. Так, и так, значит, магазины заинтересовано внедрять, и рынок растет. Теперь возвращаемся, собственно, к технологиям. В чем суть тех технологий, которые вы предлагаете банкам? Каким образом вы им помогаете эффективность этих операций повысить, издержки снизить и даже заработать? Ну, здесь речь идет прежде всего об эффективном управлении той сетью, которая уже есть, например, которая год от года становится все больше и больше. Сейчас, сейчас. Ты когда-то говоришь управление сетью, ты имеешь в виду управление сетью терминалов? Или сетью... Сетью посттерминалов. Речь идет, конечно, про посттерминалы, то есть про то, что установлено в разных городах, в разных магазинах и так далее. Тут очень важный момент. Сейчас я поясню. То есть посттерминал, это вот когда ты приходишь в магазин, там обычная касса, а рядом такая маленькая штучка, в которую, собственно, твою карту засовывают. Это они и есть. Они и есть, да. Их, как правило, банки устанавливают в ручной торговле, чтобы потом стричь, на этом, значит, зарабатывать денег. Так вот, основные затраты, как бы, в том числе, формируются за счет того, что, например, программное освещение в этих устройствах нужно обновлять, например. Для начала нужно просто понимать, а вообще работает ли терминал, включен ли он вообще, там, все ли нормально со связью. Вот, все это возможно только при помощи системы мониторинга. То есть система, которую мы, на самом деле, только-только в этом году начнем банкам предлагать. И терминалов-то тысячи могут быть. Совершенно верно, их уже десятки тысяч у многих банков. И это реальная проблема. Все не объедешь, все не обзвонишь. Плюс ко всему к тому, иногда бывают ситуации, когда, например, торговец не всегда, в какой-то момент, там не всегда бывает заинтересован в том, чтобы терминал реально работал. Назовем своими словами, человек заинтересован в наличке. Например, не секрет, что многие магазины работают по-прежнему, там, те же зарплаты выдают. Особенно маленькие магазинчики у дома ночью, господи. Да, вот, это как бы раз. Ну, карточкой оплатил, уже не продавец, никто уже ничего не украдет, ничего не сделает. Но тут много всяких нюансов. По крайней мере, банк в случае внедрения системы мониторинга сможет четко отслеживать состояние своей сети, доступность ее и эффективность ее работы. Вот, это тот элемент, который предстоит еще только внедрить, и тот продукт, который мы будем выводить в этом году на рынок. А по твоей оценке, вот, эффективность эксплуатации такой системы, вот, стоимость мониторинга нынешнего и стоимость мониторинга нового, вот оно, насколько будет... А дело в том, что сейчас нет системы мониторинга в принципе. Есть система, которая позволяет удаленно загружать программное обеспечение. Но система, которая бы отслеживала именно состояние оборудования, то есть, работает, не работает, там, где он что там, да, звонит, не звонит. Вот, проведить какую-то аналитику, например, какое количество операций там сделано, все это красиво преподносить в понятном для менеджмента виде. Для анализа. Вот, для анализа. Вот, для анализа. Вот это все как бы предстоит только сделать, и этот, уже рынок для этого созрел. А это часть касаемо снижения сдержек, на самом деле, банка. Снижение сдержек, да. А вот ты упомянул перед началом программы, заработать еще там как-то можно лучше. Совершенно верно. На чем можно еще заработать? Казалось бы, ну, а на чем можно заработать, да? Все-таки есть такая возможность. Тогда смотри, сейчас тогда остановимся, и о том, как еще повысить, не только снижение сдержки, но и повысить доходы, мы поговорим после небольшого перерыва. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, рекламная пауза. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу технологий для бизнеса. С вами в студии ведущие Василий Богданов и Светлана Хапанкова. Здравствуйте еще раз. Напоминаю, что у нас сегодня гость Илья Коробов, генеральный директор Инпаса. Еще раз привет. Здравствуйте. Поговорили в первой части, в чем суть услуги, из чего состоит так называемый, там же слово даже научное есть, как эквайринг. Услуга прохождения вот этих денег от потребителя до банка. И поговорили, как снизить издержки. Мониторингом сети, так сказать, как бы здесь даже не то, что снизить издержки, понять вообще, а сеть-то твоя работает, у тебя там поставлено 10 тысяч этих пост-терминалов. Они вообще действуют? Они деньгу-то зарабатывают? Именно так. Вот. Еще следующий вопрос, а как повысить еще и доходность? Как повысить доходность? Ну, здесь, опять же, наверное, все понимают, что инструментов не так много, но, тем не менее, они есть. Прежде всего, это наращивание функционала. То есть, помимо стандартной операции оплаты, которую можно произвести на терминале, можно было бы предложить клиенту еще дополнительные какие-то сделать платежи. Например? Например, не знаю, пополнить мобильный телефон. Ну, подожди, подожди, а это функция разве пост-терминала? Это же функция просто, наверное, ну, как бы программного обеспечения самого ритейлера, который, может, захочет у себя такую услугу оказывать, не захочет, не оказывает? Дело в том, что это можно оказывать. Нет, можно делать и так, безусловно. Здесь вообще главное в чем? Ритейлер, ритейлер, рознь. Есть крупный магазин, да, сетевой, например, с большим количеством касс, интеллектуальных касс, которые, как бы, по сути своей, являются компьютером, на котором можно, на самом деле, сделать очень многое. Но тот же самый эквайлинг, это не только эти самые большие супермаркеты, это и небольшие магазины, например, где, может быть, касса представит из себя просто простое устройство с фискальным регистратором, которое ничего больше не умеет, например, ни товары вести, ничего, да? Вот, и в этом случае он ничего не может больше сделать. И вот этот функционал можно, например, как раз положить на посттерминал. Либо, например, это вообще может быть, там, не знаю, такси, да, где тоже нет никакого, там, мощной системы, там, кассовой, да, вот. И тоже, пока клиент едет, он тоже может, в общем-то, оплатить за мобильный телефон, например. Ну, если такую возможность ему предоставить. Ага. Ну, да, ну, тогда можно-то он и коммунальные платежи оплатить, да? Много чего. Теоретически он может начинать оплачивать все. Теоретически, да. Да. Вопрос удобства, да? То есть, где-то удобнее, например, оплатить, ну, опять же, коммунальные платежи, не секрет, что удобнее оплачивать при помощи, если уж говорить про самообслуживание, да, то на специализированном киоске, где есть возможность считать тот самый этот код, да, на квитанции, и сразу, чтобы это все попало в систему. Ну, либо уж дома через банк-клиент, через интернет. Либо дома через банк-клиент, да. Мы же здесь говорим о тех платежах, которые возникают достаточно спонтанно. Совершенно верно, когда ты вдруг понимаешь, что у тебя заканчиваются деньги, либо закончились деньги на телефоне. Вот. Вот. Также очень интересная перспективная вещь – это, скажем так, обеспечить возможность оплаты клиентам не при помощи банковской карты, а при помощи, например, электронных денег. Это как это? Ну, когда ты можешь заплатить за товары из какого-нибудь там Яндекс.Деньгами или там из Киви-кошелька, например, или веб-мане. Как это физически происходит? Вот человек пришел в магазин, да. Да, да, у меня есть на Киви-кошельке, там, не знаю, там 15 тысяч лежит. Да. А как я их могу реализовать? Это вопрос технологии. На самом деле, можно использовать для этого мобильный телефон, забивая просто номер телефона в качестве идентификатора. Вот. Можно придумать массу, на самом деле. Как это сделать технологически – это не проблема. Здесь вопрос в том, что это дает, да. Возможность расплатиться при помощи таких денег дает возможность банку Экварио заработать просто лишнюю свою копеечку, потому что там отсутствуют отчисления и в международной системе платежной, и, как таково, нет банка-эмитента. То есть, вот эта уступка торговая, она фактически для того банка, который обеспечивает этот функционал в торговой точке, всю вот эту торговую уступку он забирает себе. Прикольно, я про такие не слышал даже, да. Ну, это как один из вариантов, да. Ну, смотри, здесь же есть в чем проблема. Мало объяснить это твоему… Ну, твой клиент – это банк. Да. Мало объяснить это банку. Это нужно объяснить ритейлеру, потому что там сидит кассир, который должен в конечном итоге объяснить это нам, конечным потребителям. Это вообще невозможно, по-моему. Ну, нет ничего невозможного, во-первых. Помните, в одном фильме говорили, в принципе, можно обезьяну научить курить, да. А зайца – зайца. А зайца научить курить, да. Да, зайца научить курить, да. Понятно, что обучение нужно. И поверьте мне, для того, чтобы просто вы могли обслужить себя в магазине и оплатить просто за товар-карточкой банковской, кассиров точно так же учат. Ну, кстати, да. Ведь это что, когда-то этого не было, да. Когда-то этого не было, да. А есть уже какие-то сейчас практические решения, кейсы, подвижки? Вот я знаю, например, у некоторых ритейлеров есть так называемые магазины будущего, где они прям все-все-все напичканы. Там и радиоидентификационные метки, и роботы-кассиры, и там, ну, в общем, что-то принесло. Да, нет, есть, более того, мы такие проекты отслеживаем, и практически во многих из них, если не во всех, практически участвуем, да. Вот, и здесь, безусловно, как бы вот эти новые инструменты в обслуживании клиентов, они, конечно же, в нашу жизнь будут постепенно входить. И вы правильно говорите, количество магазинов самообслуживания, безусловно, конечно же, будет расти. Но, поверьте, опять же, здесь мы далеко, там, не сильно отстающая страна в этом плане, там, в той же Европе, таких магазинов точно так же пока единицы. Это форматы, которые требуют определенной самосоздательности от людей, определенного уровня образования и, наверное, каких-то там навыков, которые тоже надо наработать. Вот, поэтому, ну, за этим, безусловно, будущее. Существует масса систем, уже сейчас ритейлеров, для автоматизации этих процессов. Причем, как по приему наличных денег, так и по оплате при помощи банковских карт, например. Да, уже даже можно горстом мелочи вот так вот всыпать в лоток, и он там сам как-то все распределяет, да. Видел, какие-то такие волшебные. А вот, Илья, скажите, вы когда эту, ну, это свои продукты, свои решения продвигаете, банкам рассказываете, вы на что опираетесь? На снижение издержек, на наращивание, ну, там, небольшое наращивание доходности, или там на удобство конечных потребителей, для вот, которым банк, типа, создаст новый продукт или что? Вот, какие сейчас аргументы для банков наиболее важны? Да, вы знаете, я здесь, наверное, не буду нов, как бы, в общем-то, по большому счету важно все. Безусловно, важно снижать издержки, потому что, естественно, по мере масштабирования вот этих самых торговых сетей, то есть, ну, там, сетей посттерминалов, совершенно верно, если не снижать издержки постоянно, не заниматься этим, то они будут расти вместе, как бы, с сетью, причем, как бы, может быть, даже темпами, опережающими рост сети. Поэтому это важно. Но, снижая издержки, предлагая какие-то продукты для снижения издержек, мы, в общем-то, по большому счету не можем претендовать, кроме как на некие деньги, вырученные за продажу какого-то продукта, который позволит банкам это делать. Когда же мы говорим о возможности дать банку дополнительный заработок, то тут уже можно говорить о неком партнерстве и, в общем-то, в том числе и, скажем так, какой-то доли от дохода, который будет формироваться при помощи вот этих новых каких-то продуктов и решений. Для банка же важно, как я уже повторил, то и другое. Он вынужден и снижать издержки, и одновременно он должен искать новые способы для зарабатывания денег. Ну да, наверное. Получается, вы даете и то, и то. Ну, мы стараемся, да, давать и то, и то, потому что это правильно. Хорошо. А все-таки вот удобство для клиентов. Банк рассматривает как в качестве расширения своей, как-то, ну не знаю, ценности, что ли? Вы знаете, безусловно, рассматривает. И для этого есть, правда, другие инструменты, скажем так. Вы же понимаете прекрасно, что у банка это, ну вот мы говорили про снижение издержек. За счет чего можно снижить издержки по вообще работе с клиентами? Прежде всего, это то, чем занимаются сейчас практически все банки, это увод максимума каких-то банковских продуктов, точнее, как бы вот каналов продаж этих банковских продуктов в удаленные каналы. Ну, по сути, на самообслуживание. По сути, на самообслуживание. Чтобы как можно меньше операционистов, чтобы человек не только там хранил деньги, но еще и сам себя, так сказать, сам проводил все транзакции. Именно так, да. Хотя, в общем-то, по большому счету, конечно, удаленный канал, в моем понимании, в классическом, да, таком понимании, это все-таки скорее там интернет-банкинг и мобильный банк. Это то, что по-настоящему является удаленным каналом и не требует от банка практически ничего. То есть, компьютер, как бы, это компьютер клиента, телефон, это телефон клиента. Даже связь он оплатил за свои собственные деньги. Даже связь он, как правило, да, совершенно верно. Вот это настоящий удаленный канал, да. Банки это дело расширяют несколько понятий, да, как правило. И считают удаленным каналом это и какие-то устройства самообслуживания, банкоматы, информационно-платежные терминалы и так далее и тому подобное. То есть, все такие вот устройства, которые, в принципе, около которых не стоит работник банка. Вот. Хотя, это, в общем-то, я считаю, немножко так с натяжкой. Тем не менее, да, для такого рода форматов мы сейчас предлагаем банкам достаточно интересное решение, которое уже достаточно активно развивается в стране. И это решение, так называемый банковский павильон. То есть, некий павильон, внутри которого стоит, как правило, там одно-два устройства. Это либо банкомат, либо банкомат и информационно-платежный терминал, при помощи которого оно отдельно стоящее. Естественно, там нет никаких сотрудников банка. Но в чем его преимущество? В том, что данное устройство, данный формат ставится именно в том месте, где наибольшая вероятность очутиться клиенту банка. То есть, на потоке. На потоке, совершенно верно. То есть, не там, где получилось снять офис, не там, где удалось договориться об аренде чего-то, или построить какое-то здание свое. Речь идет о том, что данные павильоны стоят именно в тех местах, где больше всего народу. Я понимаю. Ну, то есть, если, например, дома человек вот там сам себе взял, в интернет-клиент зашел, все операции провел. Да, окей, не вопрос. По мобильному телефону тоже. А вот он идет по торговой улице или там по торговому центру. И, конечно же, банк заинтересован поставить там, ну, как бы свое отделение. Отделение – это дорого. Это значит, там, минимум 20-40-50 квадратных метров, там, сколько-то людей, охранник, все дела. Да, здесь же мы говорим о том, что у нас разработано порядка, там, наверное, 40 различных форматов. Есть форматы, которые сейчас очень популярны. То есть, такое роботизированное отделение банка, да? По сути, да. Самообслуживание. По сути, да. Это бывает даже больше, потому что мы, например, делали ряд решений, когда, скажем так, данный формат вписывается в некую городскую программу по, скажем так, по улучшению быта, что ли, населения. То есть, туда ставится, например, это может быть автобусная остановка. То есть, остановка, там может быть стоять автомат по продаже билетов на транспорт. Тогда интегрируется табло, на котором при помощи, там, опять же, связи через ГЛОНАСС с автобусами, которые ходят, идет время до ближайшего автобуса, там, по маршрутам, да, когда он там подойдет. Прикольно. Вот. То есть, можно делать очень много вещей, и, на самом деле, городские власти в этом случае, они очень заинтересованы в этом, они легко выделяют под эту землю и легко, в общем-то, предоставляют возможности подключения электроэнергии и много чего еще. Вот. В чем прелесть формата? В том, что, прежде всего, как бы, еще раз повторяю, банк идет к клиенту. Он не ждет, когда клиент придет в банк. Да, 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 и стоит очередь. Да, и стоит очередь. А он сам приходит к клиенту в то место, где клиент, ну, в любом случае, какое-то время находится. Да, есть уже проекты, когда, например, на больших предприятиях, это будет такой вот стрелетейный завод, когда там на каждой проходной практически ставится такой павильон, и человек, выходя с территории завода, у которого есть карточка, ему уже нет необходимости в городе где-то искать банкомат или что-то еще, да, он, прямо выходя с работы, может снять то количество денег, которое ему нужно вот на там сегодня-завтра, потому что знает, что он придет опять на завод, и опять, как бы, в случае чего сможет снять эту сумму, да. Вот, возможно, он там сможет оплатить какие-то услуги, будь то телефон, будь то там за квартиру, какие-то ЖКХ услуги, да, и так далее. То есть, идея именно в этом, то есть, расширение, такое вот расширение, но без значительного увеличения штата, что, в общем-то, одна из таких серьезных составляющих затратных, да. Ну, и площадь. Площадь, плюс это легко возводимые сооружения, то есть, такое сооружение можно фактически там в течение месяца произвести и установить уже. Ну, это ты имеешь в виду сам агрегат, а павильон-то вообще за три дня можно построить. Он приходит уже готовый, в этом весь интерес. То есть, он приходит уже в готовом, собранном виде, его просто нужно поставить на подготовленную площадку и закрепить, все. То есть, развитие таким образом, как бы, филиальной сети, такой, или там, сети точек присутствия банка, оно может развиваться очень быстро. Ну, в общем, да, в таком формате, да. Да, там не нужно никого обучать. Кредит-то можно будет получить? Можно будет кредит получить? Почему нет? На самом деле, если поставить... Ну, есть же механизм... Я хочу ипотеку, пришел, нажал пара. Нет, дело в том, что есть сейчас уже специализированные устройства, которые, как бы, могут вас идентифицировать, где есть сканер, где вы можете отсканировать свой паспорт, послать данные с корринговой системой банка. Ужасно. Соответственно, и так далее и тому подобное. То есть, теоретически возможно. И на самом деле, вы будете смеяться, но мы к этому все равно придем рано или поздно. Да. Потому что на Западе банки давно уже работают в режиме таком вот открытом с операционистами и с людьми. Илья, время нашей программы неумолимо подошло к концу. И вот осталось только пожелать что-то нашим телезрителям. Вы знаете, я хочу, наверное, пожелать прежде всего активно использовать те новые технологии, которые появляются на рынке. Не бояться этого. И получать от этого не только прибыль, но и удовольствие. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Илья Коробов, а ввели программу Василий Богданов и Светлана Хапанкова. До свидания. До свидания.